Так, ну что, всем привет. Сегодня обсудим, есть ли пассивный доход на рынке криптовалют, как я к этому отношусь. Ну и немножко будет тут принта, порисуем там и так далее, обсудим. Вот, ну первое, я считаю, что пассивного дохода как такого вообще нету в принципе. То есть, почему? Потому что, ну что такое пассивный доход? Ну где вы видели, чтобы пассивно человек как-то зарабатывал? Я понимаю, что можно сказать, там вы вложились в крипту, в акции и так далее. Ну, во-первых, вы, чтобы заработать эти деньги, вы что-то делали. Но если, хорошо, даже если взять, что вы вложились в крипту, в акции, вам все равно нужно следить за котировками. Если, опять же таки, это не долгосрок 5-10 лет, тогда тут, тут согласен. Но, опять же таки, пассивный доход, это когда вы, получается, ничего не делаете и, соответственно, можете эти деньги изымать там и так далее. Да, можно это частично, опять же, такие частично отнести там акции к крипту, если вы инвестируете там на полгода, год и так далее, 5-10 лет, там акция крипта, неважно. Отличный проект, доказавший свою честность и надежность, на котором можно делать большие деньги, это teth.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать стабильно по 3% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 4 эфира и получаю по 3% прибыли ежедневно или 450 долларов. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Фондовый рынок, то ли криптовалютный, и, соответственно, вы получаете какой-то профит, да. Вот, но, опять же таки, если вы ничего не будете делать и можете жить с этих инвестиций, тогда, да, если вы тупо инвестировали, вы там, может быть, какую-то часть денег достаете, либо там фиксируетесь. Но, опять же таки, это тоже работа в долгосрок, тоже нужно знать, когда докупаться там и так далее. Вы же не можете, тупо там залетели на хаях, да, не следите за котировками. Понятное дело, вам не надо каждый день следить, если вы в долгое инвестируете, но, соответственно, вам, естественно, нужно как-то распределять свой депозит, как-то грамотно составить портфель там и так далее. Поэтому, я считаю, существует ли пассивный доход, ну, скажем так, я считаю, что нет. Почему? Потому что, ну, по большому счету, ну, где вы видели пассивный доход? Ну, вот где? Даже в той же крипте вам все равно нужно следить за котировками. То есть, монета пошла наверх, вы за ней следите. Где фиксироваться? То есть, вы ожидаете, либо там до своих целей, да, можно поставить там лимитные ордера, и у вас, к примеру, здесь, там, здесь по вашим целям частично вы позакрывались, там, к примеру, там, по 30% позиции вы три цели определили, и там три селлимита поставили. Можно и так, конечно, да, но все равно вам нужно проанализировать, вам нужно посмотреть, вам нужно изучить там фундаментал хотя бы немножко, да, хотя я больше частью ориентируюсь на теханализ. Вот, то есть, вы проанализировали, отобрали монеты, закупились. Если у вас, там, стратегия, как у меня, там, среднесрочные, долгосрочные инвестиции, вот, и трейды я совершаю, там, не чаще, чем раз в несколько недель. Ну, от монеты зависит, опять же-таки, какая-то может, допустим, мы закупили, да, и она там может через неделю дать профит. А некоторые, вот, как Луна, к примеру, она может стоять там в накоплении два месяца, и, соответственно, после этого выходит и дает памп, или как по Солане. Вот, или как-то этот Эфюрил тоже я рекомендовал, она уже три месяца стоит в накоплении, и после этого, естественно, будут там мощные иксы, как минимум, два Таикса можно будет взять, а то я жду и 5-10 икс. Лично у меня такие цели. Вот. Или как по тому же Арифу. Вот, поэтому, как такового, я считаю, пассивного дохода его нету. То есть, ну, как можно пассивно, ну, что за бред, ну, действительно, то есть, вы сидите, ничего не делаете, и, якобы, деньги вам падают. Есть, можно ли, скажем так, минимизировать и свести, ну, к практически пассивному доходу, тут ответ, естественно, да, потому что по той же крипте вы, допустим, инвестировали, вы можете не трейдить там каждый день, каждый час, там, каждую минуту, не заниматься скальпингом, там, либо какой-то краткосрочной торговлей. Вот, и, соответственно, вы инвестировали, там, параллельно занимаетесь еще какими-то делами, и у вас это идет как, извиняюсь, как дополнительный заработок. Вот, тогда да. Вот. Тогда, в целом, можно это отнести к пассивному доходу, хотя бы, ну, скажем так, к частичному, но то, что это полностью пассивный, ну, я не могу это назвать. То есть, допустим, вы следите за котировками, если вы перестанете следить, я не говорю, что каждый день обязательно, нет, ну, хотя бы раз в день посмотрите вот на те же котировки. Ну, я вообще проверяю с утра и вечера, вот, потому что некоторые монеты могут пампиться, как сейчас это происходит, то есть, доминация у нас падает, да, и, соответственно, за счет этого некоторые альты у нас стреляют. Вот, поэтому следить все равно приходится за монетами, даже если ты среднесрочный, там, или долгосрочный инвестор, то есть, тебе нужно следить, допустим, монета просела, там, на 20, там, 30, неважно, 50 процентов, и тебе же все равно нужно распределить депозит. То есть, это все равно пассивное, это когда вообще ты ничего не делаешь, ну, то есть, либо прилагаешь минимальные усилия, ну, если отнести к этому, но все равно, как бы, усилия в любом случае, ну, не то, чтобы усилия, скажем так, действия какие-то предпринимать в любом случае пойдется. Вот, поэтому пассивного, что ты, вот, инвестировал в кайпту, там, к примеру, по и слову, тут уже 1000 долларов, да, и сидишь ни хрена не делаешь, ждешь, пока станешь миллионером, ну, это смешно. Вот, если вы даже разово, там, заработаете, вы, либо потратите эти деньги, там, на какую-то развлекуху, либо какие-то хотелки, которые у вас есть, ну, и после этого, окей, деньги закончились, дальше что? Ну, то есть, пассивного дохода у вас не было, то есть, вы вложились в какие-то монеты, либо монету, да, знаете, поэтому, там, неважно, в тот же АИФ, там, либо Траст Волит, либо еще там что-то, неважно, в любой биток. Вот, вы вложились и тут посидите, ждете, вот, и ждете, пока будет пассивный доход капать и так далее, но, опять же таки, я бы лучше таким не занимался, лучше параллельно иметь еще какой-то заработок, какой-то деятельности, и, во-вторых, я пришел к тому, что, конечно, да, нам всем хочется отдохнуть, хочется, там, поразвлекаться, но, по большому счету, я понял, что весь кайф, это действительно заниматься какой-то деятельностью, а не просто сидеть, ничего не делать, потому что, ну, большинство людей, вот, посмотрите на тех людей, которые ничего не делают, то есть, сколько они зарабатывают, и, соответственно, да, есть такое, что можно там в аренду сдавать какие-то помещения, там, либо, соответственно, там, на прокат какие-то, я не знаю, те же квадроциклы сдавать, либо там еще что-то, но все равно, таким людям, да, по кайфу, вот, но я никогда не видел, чтобы они там выходили на какой-то сверхприбыль, там, чтобы в месяц они там больше, ну, я не знаю, десятки тысяч долларов делали, вот, ну, возможно, я ошибаюсь, такие люди есть, но, по большому счету, я заметил, те, кто много зарабатывает, они, как правило, пашут, ну, действительно, очень много, вот, ну, не то, чтобы, понятное дело, ты привыкаешь к какой-то деятельности, и тебе не надо, там, ходить на работу, работать на кого-то, вот, и, действительно, бывает такое, что ты, ну, не то, чтобы 24 на 7 пашешь, но, бывает, вот, у меня бывали случаи, что, вот, я там делал за день, там, 5-6, может, даже 7 роликов, у меня, по-моему, рекорд был где-то или 7 или 8 роликов за день, вот, и, соответственно, где-то у меня на это ушло, ну, порядка 8, может, даже 10 часов, То есть это надо сделать превью, то есть на одно превью может уйти там 30 минут. То есть это многим кажется, что там на ютубе все так легко, что ты там вообще ничего не делаешь. Вот, потому что от 30 минут до 60 минут это превью, то есть тебе надо придумать. Да, у меня не самое лучшее превью, там я согласен, но мне покайфует делать самому. Вот, то есть это одна превьюшка. А теперь посчитайте, допустим, 30 минут мы умножаем на 5, это у нас получается сколько? Это получается где-то у нас 600 минут, да? Вот. Не, получается, а, 150, извиняюсь, 150, туплю. Вот, 150 минут это у нас приблизительно получается около полутора часов. Вот, получается, соответственно, после этого, ну там даже чуть больше, вот почти 2 часа. Даже, нет, 2,5, извиняюсь, да, 2,5 с утра еще не проснулся. Поэтому подтупливаю, вот, 2,5 часа, вот, приблизительно. И, соответственно, это может уйти на превью. Потом записать ролики, это тоже где-то приблизительно час, может быть два. То есть в зависимости от количества роликов, в зависимости от длительности и так далее. И, соответственно, после этого ты начинаешь уже там выкладывать эти ролики. То есть потом добавить описание, добавить теги и так далее. То есть это еще где-то может быть час. То есть, ну и в сумме посчитать ТАИ где-то 5 часов как минимум. то есть у меня в день уходит, вот, ну не то чтобы уходит, а скажем так, ну вот где-то часов 5-6, бывает даже до 8 часов доходит, что я работаю, вот, ну бывает и такое, вот, если вообще прям все идеально, ну бывает часа 2, ну может быть 3, ну если вообще там какие-то коротенькие ролики и так далее, вот, ну мы отошли немного от темы, поэтому основной принцип я считаю, что пассивный доход, он отчасти есть, но так, чтобы вообще-то ничего не делал, если, конечно, ты там, к примеру, сдаешь там квартиры в аренду, либо там, я не знаю, какие-то помещения там под магазины, там, неважно, или там еще что-то, ну то есть, либо ты сдаешь что-то в аренду и получаешь от этого, ну скажем так, пассивный доход, но все равно там надо, если у тебя не постоянные арендодатели, да, вернее не арендодатели, а эти арендаторы, то, соответственно, тебе нужно перезаключать договора там и так далее и тому подобное, поэтому все равно какое-то участие твое, оно требуется, то есть тебе надо следить, чтобы вы там платили тебе и так далее, если вообще прям все налажено, тогда, может быть, да, ты там прилагаешь, ну я не знаю, ну процентов, я не знаю, 10 или 5 усилий, но все равно эти усилия есть, а так, чтобы вообще ты сидишь, ничего не делаешь, вообще за что не паришься, да, тебе там, либо там, к примеру, одни арендаторы от тебя ушли, тебе надо искать новых, да, либо там хотя бы подать заявку там в интернет, да, или, соответственно, я не знаю, рекламное объявление выложить, то есть все равно на это надо потратить усилия, ну либо не усилия, по крайней мере денег, вот, поэтому я считаю, как стопроцентного ничего не делания, его не существует и весь кайф в том, чтобы действительно заниматься какой-то деятельностью, а не просто сидеть на жопе ровно, я заметил, что я общался с людьми, которые действительно хорошо зарабатывают, да, они могут себе позволить отдохнуть, они могут себе выделить там хоть неделю-две, может даже месяц или два, чтобы тупо отдыхать, потому что они действительно много зарабатывают, но по большому счету хочется работать, что-то создавать, что-то креативить и так далее, а просто сидеть ничего не делать и основная мысль, что действительно те, кто много работают упорно и долбят в одну точку, они действительно чего-то добиваются, и я вот это понял, вот уже второй год подряд мне этот инсайт не отпускает, и я действительно понял, что если чем больше, скажем так, ты прикладываешь усилий в одном направлении, то тем больше результата ты получаешь, потому что даже с YouTube роликами, ну, я немного отхожу от темы, но я надеюсь, этот видос будет кому-то полезен, поэтому можете поставить лайки и написать в комментах, стоит ли такие видосы записывать или нет, вот, это больше такие, как, не знаю, советы по жизни, хотя я советов не даю, особенно, ну, потому что я сам не люблю непорошенные советы, ну, больше как рекомендации, а там уже прислушиваться или нет, это ваше право, вот, поэтому, то есть, я заметил, что чем больше ты работаешь, то есть, даже с тем же YouTube, я выпускал, помню, по ролику в день, там, обзор или там максимум 1-2, потом, когда я начал клепать по 3 ролика в день, вот именно без учета обзора, то есть, в сумме это 4 ролика, результаты пошли выше, то есть, начали расти просмотры, подписчики там и так далее, и больше я креативит, стал улучшаться качество контента, стало звука, картинки там, превьюшек и так далее, то есть, чем больше ты работаешь, тем больше оно в процессе все улучшается, я это прекрасно понимал, вот, потом, когда ты делаешь 4 ролика в день, я заметил результаты еще больше, когда ты делаешь 5 роликов, то есть, еще выше, поэтому, ну, больше, конечно, 3-4 роликов, и, конечно, можно делать хоть 10 роликов в день, но, во-первых, это, у тебя бывает заканчивается идея, во-вторых, тебе, ну, тупо времени можешь не хватить, а, во-вторых, ну, как бы, оно поднадоедает и работает целый день, конечно, можно, но клепать по 10 роликов, ну, это, конечно, люди даже смотреть будут не успевать, поэтому, ну, я так понял, что формат самый идеальный, это вот 3-4, ну, может быть, максимум 5 роликов, и то, в идеале, коротеньких, там, на 5-10 минут, вот, поэтому такие мысли, существует ли пассивный доход, частично, да, но если отталкиваться от того, что, типа, вообще ничего не делаешь, ну, такого нету, поэтому нужно это понимать, и весь кайф, я считаю, в том, чтобы заниматься какой-то деятельностью и что-то создавать, как-то креативить, помогать людям, и, в целом, нести пользу этому миру, ну, и себе, в том числе, понятное дело, ради чего это все и затевается, вот, ну, особенно, когда тебе после твоей пахоты приносит это еще какой-то хороший доход, то, в целом, естественно, это все подкрепляется, если без дохода, очень, конечно, тяжело на первых этапах, но зато потом это очень во много раз окупится, поэтому такие мысли, такие дела. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 3% прибыли в день или 450 долларов, это tarith.io, ссылка на проект в описании под роликом.